Следственный комитет сообщил об аресте еще 136 человек, публично прокомментировавших перестрелку, которая привела к гибели сотрудника IT-сферы Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Всего по таким же обвинениям Беларуси были задержаны около 200 человек. Видео перестрелки было опубликовано 28 сентября. Тогда же власти Беларуси представили свою версию событий, согласно которой Зельцер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые взломали дверь в его квартиру в Минске по подозрению в том, что в ней находятся люди, связанные с терроризмом. Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по статье 130 «Разжигание розни и вражды» и 369 «Оскорбление представителей власти Уголовного кодекса». В среду 29 вечера, где-то около 8 вечера, к нам постучали, я открыла дверь, спросили, мы ушли дома, вот, зашли сотрудники, насколько мне было известно, это были сотрудники КГБ в гражданской форме и сотрудники милиции, они были в форме милиции, вот, и задерживали моего мужа. Ряд коммендаторов Беларуси сомневались по длинности видео, считая его постановкой. В то же время, находящийся за границей бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало обвинил случившимся режимом Александра Лукашенко, а действие Зельцера назвал примером того, как надо бороться. За эти слова против Цепкало в Беларуси также возбудили очередное уголовное дело. Следователи обещают продолжить выявление граждан, оставляющих комментарии, которые органы власти могут расценить как разжигание вражды либо оскорбление представителя власти. В результате последних задержаний еще 73 человека, признанные в Беларуси политзаключенными, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна». Отмечается, что все они являются фигурантами так называемого дела Зельцера. Таким образом, общее количество политзаключенных в Беларуси сейчас превышает 800 человек. Власти стараются представить Зельцера как террориста и убийцу, чтобы он не являлся для других людей примером противостояния силовым структурам. Скорее, не силовым, а карательным структурам. Чтобы он не стал таким вдохновляющим образом, который будет провоцировать, поддерживать активное противодействие, активное сопротивление и радикализацию общества. Следственный комитет Беларуси также возбудил новое уголовное дело против сотрудников Тутбай. Дело против сотрудников интернет-портала возбуждено за якобы разжигание социальной вражды, совершенной группой лиц. Сообщение следственного комитета не отмечается, против кого конкретно завели дело. Ведомство лишь сообщает в отношении должностных лиц и работников Тутбай-медиа и иных лиц. Ранее руководство самого посещаемого новостного сайта Беларуси, включая главного редактора Марину Золотова, было задержано по другому уголовному делу, якобы о неуплате налогов в особо крупном размере. Большинство журналистов вынуждено выехали из страны. Верховный суд в Минске принял решение о ликвидации организации «Правовая инициатива», которая занималась защитой прав человека в Беларуси с 1996 года. На прошлой неделе в Беларуси также закрыли старейшую в стороне правозащитную организацию Белорусский хельсинский комитет БХК и еще одну правозащитную группу «Звено». БХК действовал в Беларуси с 1995 года. Одним из его основателей была лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. По данным лишенного аккредитации еще в 2003 году правозащитного центра «Весна», всего с начала июля этого года власти закрыли около 270 НКО. Пограничная служба Польши сообщила, что за прошедшие сутки было зафиксировано 523 попытки незаконного пересечения границ со стороны Беларуси. Задержано 35 нелегальных мигрантов, граждан Ирака. Остальных в страну не пустили. По данным погранслужбы, всего в октябре было задержано 159 нелегалов, в том числе 138 иракцев. 6 октября был установлен новый абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в Польшу с белорусской территории – 667. Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Юханссон на слушаниях по Беларуси в Европарламенте заявила, что цель белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко – это дестабилизировать Европейский Союз, используя мигрантов из разных стран. «В этом году мы уже стали свидетелями того, как более 6 тысяч мигрантов пересекли границу Беларуси с ЕС, по сравнению со 150 в прошлом году. Это люди из Ирака, Конго, Камеруна, Сирии. Беларусь не имеет известных путей миграции из этих стран. Беларусь – не страна с миграционными проблемами. Обычно люди ищут убежище из Беларуси, а не в Беларуси. Режим беспрецедентным образом использует людей, чтобы оказать давление на Европейский Союз, а также зарабатывает на этом много денег. Цель Александра Лукашенко – дестабилизировать Европейский Союз». Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу, которую, по ее словам, создает белорусский режим, способствуя масштабному потоку мигрантов в Европейский Союз. Несколько человек недавно умерли от истощения при попытке попасть из Беларуси в Польшу через леса и болота. По словам Тихановской, она опасается, что с приближением зимы число погибших будет исчисляться десятками. Субтитры создавал DimaTorzok